Всем привет, дорогие друзья, кто заглянул на мой канал. С вами Анжелика. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим запасам, которые собрались буквально за последние два года. Запасы, скажу я вам, немаленькие. Я когда заглянула в свой шкаф, я немножко, так сказать, подохрела, извините за выражение. Ну что ж поделаешь, это все в радость и счастье. Вот хоть верьте мне, хоть нет, но буквально два года назад у меня было всего лишь 10 наборчиков. 10. Я вот как сейчас помню, я доставала, считала, любовалась, перебирала и думала, боже, сколько у меня так много наборов собралось. А потом, когда я для себя открыла ютуб, и под влиянием ютуба я бы забрала бы все, все. Ну, это что-то невероятное. Естественно, появились хочушки, такие, которые, ну, просто хочу, не могу. И вот за эти два года накопилось у меня прилично. Ну, не буду долго рассказывать, я вам лучше это все покажу. Свои запасы я поделю на три части, так как в одно видео это будет очень много по времени. В первой части у меня будут мои фавориты, оригинальные наборы. Мои самые-самые. Это Lucas Dimensions. И покажу вам те наборы, которых у меня там по одному, по две штучки из разных производителей. Во второй части хочу вам показать Овен, чудесную иглу, Риолис. И третья часть у меня будет только китайские наборы, которые я обожаю. И у меня они практически составляют половину моих запасов. Итак, начнем. Начнем мы с Lucas'а. Девочки, сегодня будет шелеста очень-очень много. Вот мой первый набор. Просто великолепие. Пионы. Сейчас время такое, когда начнут цвести пионы, эти чудесные цветы. Вот такой вот наборчик. Здесь Аида, 18-го каунта. 18 цветов, ой, 58 цветов, прошу прощения. 58 цветов. Вот такая вот красота. И что я вижу? Здесь у нас одни крестики. Одни крестики, товарищи. Я сейчас только увидела, что здесь нет ничего лишнего. Полная зашивка. Полная зашивка. И только одни крестики. Размер готовой работы 41 на 38 сантиметров. Просто классный, классный набор. Я очень хотела себе еще от Dimensions сюжет пионы и дельфиниумы. Но знаю, что он насыщен бэкстичем. Поэтому я, наверное, его уже не хочу. Мне будет достаточно этого шикарного набора. Этот набор мне подарила моя дочь на день рождения. Обалденный подарок. Вот мои пионы. Я не буду далеко прятать. Следующий набор Лукас. Вот такая вот зимняя деревенька. Название они не пишут? Нет. Зимний пейзаж. Зимний пейзаж. Это вообще что-то невероятное. Такие цвета. Это просто сказка. По-другому не скажешь. Домики. Я обожаю вышивки-домики. Здесь все горят окошки все. Церковь. Этот пушистый снег. Мостик. Ну, просто один восторг. Это не набор. Это восторг. Аида 18 каунта. Размер готовой работы 45 на 34 сантиметра. И 32 цвета. Присутствует в этой работе. Вот такие вот цвета. Я знаю, такой сюжет есть и в бисере вышивается. С полной зашивкой. Тоже получается шедеврально. Я видела. Но в крестике, наверное, это будет лучше. Это обалденный. Обалденный набор. Всегда его достаю. Когда смотрю, дыхание перехватывает. Ну, еще я к нему не дошла. Еще не дошла. Сейчас у меня в процессе зимняя деревенька. Не зимняя, а праздничная. Рождественская деревенька от Dimensions. Поэтому я хочу ее закончить. И после нее, наверное, пойдет уже вот этот сюжет. Обалденный. Вот второй мой наборчик. Вот следующий лукас. Дубовая роща. От Пашишки. Ну, этот вообще набор. У меня каждый набор восторг. Но эту картину я видела в отшиве. Я видела ее отшитую. И это что-то невероятное. Все эти тени. Солнце. Ну, кажется, ты находишься прямо там. И это настолько красивая работа. Настолько... Ну, я вам не могу передать. Это на выставке, когда я была. У нас в Харькове проходила выставка. И там было много отшитых работ от Лукас. Ну, это... Ну, я не знаю даже, как подобрать даже слова, чтобы выразить, насколько это все красиво. Просто полная зашивка крестиком. И передать всю эту красоту. Это невероятно. Размер готовой работы 71 на 45 сантиметра. Аида 18-го каунта. И ткань Свайгард. И все это дело разлиновано. Этот наборчик состоит из двух частей. Ниточки. Вот такие вот ниточки. Цветов здесь немного. 34 цвета. Ну, пейзаж. Не в сказке сказать. Не пером описать. Очень красивый. Так. И, собственно говоря, последний мой наборчик от Лука С. Это вот эти вот весенние цветы, которые я показывала буквально в прошлом видео в последних своих покупках. Это тоже очень классный бомбезный сюжет. Аида 18-го каунта. 45 цветов. Размер готовой работы будет 15... Ой, не то говорю, простите меня. 39 на 25 сантиметров. Вот такие вот цветы весенние. Эти вазоны. И я даже не знаю, что больше меня привлекло. То ли сами вазоны, то ли эти цветочки. Ну, в целом композиция получилась праздник. Праздник цвета, красоты. Ну, действительно, сюжет поразительный. Поразительный. Вот. Вот мой Лукас. Четыре наборчика. Есть, конечно, еще хачушки у меня. Ну, куда же без них. Все время мало. Но я считаю, конечно, хотя бы один взять и вышить. Я их сейчас только собираю. Но Лукас еще не пробовала ни один. Вот. Четыре бомбезных, феерических сюжета. Лукас я убираю. И пойдем мы дальше смотреть Дименшинс. Дименшинс. Покажу вам сразу маленький такой наборчик. Он у меня сверху лежит. Размер его 17,7 см на 12,7 см. Вот такой вот малютка. Это взять, поиграться, насладиться. И получить море удовольствия. Вот такие вот цвета. Конва кофейного цвета. И что мы здесь видим? Конва 14 каунта Аида. И что еще здесь вижу? И больше ничего не вижу. Очень он мне понравился. Долго на нем останавливаться не буду. Вот такой маленький, вкусненький наборчик. Наборчик. Голд коллекшн. Рокки поинт. Рокки поинт. И размер готовой работы 27 см на 43 см. Аида. Какого же здесь каунта Аида? Вот такие вот цвета. Посмотрите. Здесь, конечно, я уже его вскрывала. Все посмотрела. 18 каунт Аида. И вот такой вот великолепный пейзаж. Очень тоже мне понравился. Я считаю, что это один из самых лучших у Dimensions сюжетов. Конечно, все хороши. Но этот, этот просто невероятный. Вот эти волны, скалы, небо. Я не знаю. Все в тандеме. Это просто полное великолепие и восторг. Вот я на него любуюсь. Все время, когда беру в руки, я не могу оторваться. Рокки поинт. Следующий это Восточное великолепие. Этот сюжет тоже не нуждается в комментариях. По-моему, это что-то шедевральное. Его размер 30 см на 36 см. Конва здесь 18 каунта. Вот такие вот цвета ниток. Я его еще не вскрывала, как ни странно. Потому что я обычно люблю залезть в наборчик. Посмотреть, что почем. Вот цветы мне, конечно, нравятся все. Все очень сильно нравятся. И роскошные. Наверное, я приобрету себе еще что-нибудь из цветов в пару к этому. Скорее всего, что это будет романтический букет, если я не ошибаюсь, со скрипкой. Вот хотелось бы мне... Его сейчас вышивает Настя, все крестики. И мне очень нравится. Ну, и этот, конечно, очень, очень... Здесь над ним, конечно, надо будет хорошо поработать. Я знаю, что он не простой. Здесь очень много фрузелков, которые я, как бы, вроде бы научилась делать. Потому что, когда я его брала, покупала, я вообще не умела делать эти узелки. Но сейчас, вроде бы, как бы и наблатыкалась. Ну, и бэкстич. Куда же без него. Но ничего, я думаю, я с ним справлюсь. Это что-то невероятное. Очень красивый, очень обалденный сюжет. Так, ну, все, я сказала, да, что размер 30 на 36. И вот второй мой Gold Collection. И вот третий наборчик, который я приобрела. Это бабочки. Бабочки. И размер готовой работы будет 25 на 40 сантиметров. Аида 14-го каунта. Вот такие вот классные, красивые, яркие ниточки. Этот наборчик я тоже не вскрывала. Эти все наборы я покупала все вместе. У нас в чаривной мыте. Они сделали скидку 30%. И это как-то, вот я не знаю, по-моему, первый раз, когда они сделали такую скидку. Ну, я как оглашенная, конечно, сразу же брала, как говорится, побольше, побольше. Насколько, ну, в целях, конечно, разумного, можно было еще побольше взять. Ну, сколько смогла, столько и взяла. Хотя сейчас уже на протяжении того времени, когда у нас вот локдауны, карантины, у них эта скидка есть. Тоже 30% и по сей день. Но цены, я вам скажу, поменялись. И поменялись так значительно. Вот даже у меня тут ценник. Это была цена 100%. Я брала дешевле на 30% от этой цены. Ну, в целом, конечно, достались они мне. Вот сейчас я понимаю, по нормальной цене эти наборы повезло. Сейчас, конечно, я бы уже сразу 3, 4, 5 не купила бы, естественно. Вот. Вот такая вот красота. Эти бабочки лесные тоже очень-очень мне нравятся. И тоже я считаю, что это самый классный сюжет. Это третий голд. Вот. И по голдам у меня только 3 штуки. Теперь обычная серия. Этот наборчик я тоже купила вместе с теми тремя. Извините, что здесь висит цена. Ну, я его не отдирала. Как есть, так и есть. Ведьмин домик 20,3 см на 40,1 см. Это размер готовой продукции. Прошу прощения. Готовой работы. Вот. Вот такой вот классный домик. Домики я люблю. Поэтому мимо этого домика я пройти тоже не смогла. Шикарный. Обалденный сюжет. Вот такие вот ниточки. Этот набор я тоже не вскрывала. И канва. Канва. Где же здесь написано? 18 каунта. Канва. Ну, все вы знаете этот сюжетец. Замечательный ведьмин домик. Он неповторим. Надо вышивать. Ничего. Когда-нибудь к нему доберусь. Не все сразу. Но то, что у меня это есть, у меня душенька спокойно. Это оно у меня уже есть. Пускай лежит и кушать не просит. Вот такая вот калибри. И ее размер 35 на 30 сантиметров. И я переворачиваю, что я вижу. Когда я покупала этот набор, я понятия не имела, что здесь нанесенные будут крестики. И вышивать это надо будет все по равномерке. Я не знала об этом. Ну, ничего. Меня это не пугает абсолютно. Даже я скажу, и больше нравится. Хотя я знаю, Маринка Прук вышивает. Ну, она что-то ругается, потому что здесь не видно эти крестики. Она говорит, очень плохо ей видно. У меня вроде бы все видно. Не знаю. Нормальная нанесенка. Все прекрасно вижу. Я думаю, труда не составит. Хотя не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Надо все это дело попробовать. Вот когда попробую, тогда поделюсь с вами, с вами впечатлениями. Так, 45 на 40. Ой, нет, не то. 35 на 30 сантиметров. Я сказала, да. И Аида, Аида. Ой, это не Аида, что я говорю. Все. Это равномерка. Вот такой вот сюжет. Очень нравится мне калибри. Обожаю фуксии. Но у меня фуксии почему-то никогда не растут, не хотят. Все цветы растут, а фуксии капризные. Ну, я попробовала завести, но она у меня что-то долго не продержалась. Поэтому я уже не рискую. Я не люблю, когда цветы страдают, болеют. И вот такая вот калибри класс. Очень мне нравится. Очень. И немножко я жалею, почему я не купила. Еще был сюжет калибри с орхидеями. В пару к этому было бы классно. Ну, ладно. Пока, может быть, он еще появится. Ну, а если не появится, ничего. Вот такая вот. И деревенский канал. Очень тоже обалденный сюжет. Очень-очень мне нравится. Готовая работа будет 33 сантиметра на 25,4 сантиметра. 14-й каунт Аида. Вот такие вот ниточки. Аида красивая, такая голубого, нежно-голубого цвета. Ниточки классные, такие яркие. Сюжет классный. Нравится. Прекрасный сюжет. Ну, все, что касается Дименшинса. Вот это мои запасы по Диму. Больше у меня ничего нет. Но сюжетов от Дименшинс очень много у меня. Ну, как много. Не очень, но есть. Достаточно. В китайских наборах. От Джой Сандэй. Амишоп. Там, наверное, каждый второй. Это будет Дименшинский сюжет. Вот такая вот красота. Красота. Лепота. Лукас показала. Дименшинс показала. А сейчас перейдем к наборчикам, которых у меня по одному, по два штучки. Золотое руно. Старый, старый, пристарый наборчик. Дизайнер Крумина Елена. Вот такой любопытный сосед. Такая вот лошадка. Понравился мне этот наборчик. Когда я еще на заре своей, так сказать, вышивального творчества подошла в один рукодельный магазинчик. Золотого руна там было, наверное, наборчика 3-5. Что-то остатки оставались. И среди них была вот эта вот чудесная лошадка. Мне очень понравилось. Окно. Сам сюжет. Цветы. Я очень люблю цветочки. Это гординка. Ну и лошадка. Этот нос. Вот это вот такой вот нос, который так и хочется так его поцеловать. Ну, понравился. Ну и само за себя. Что тут рассказывать? Золотое руно. Здесь ничего не видно. Вот Аида. Аида. Цвайгард, я так понимаю. Ну, золотой руно. Вы все прекрасно знаете, что нитки тут Мадейра должны быть. Цвайгард написано Аида. Прекрасный. Прекрасный сюжет. Очень мне понравился. Поэтому, как я его могла не купить. Конечно же, он мне нужен. Так, это золотое руно. И следующий вот такой лавандовый Прованс. Лавандовый Прованс. Лавандовый Прованс. Лавандовый Прованс. Это фирма Аланта. И что касается этого сюжета, этого набора. Здесь используется Аида 16. 42 цвета. И размер готовой работы 39,9 на 38 сантиметров. Тоже шикарный, обалденный сюжет. Сюжет великолепный. Лаванда. Очень красивый сюжет. Ниточки могу вам показать, потому что наборчик скрытый. Вот на палеточках вот такие вот ниточки. Этот сюжет понравился очень моей подружке. Я с ней поделилась. Она сделала копию. Купила ниточки. И что вы думаете, она его вышила, а я нет. А я еще нет. Еще ничего не вышила. Наборчик вскрыла. И так он у меня и лежит. Дожидается. Но вышивать его буду, конечно, обязательно. Очень нравится мне. Вот такой вот лавандовый Прованс. Фирма Аланта. Следующая тоже от фирмы Аланта. Желтые ирисы. Это в пару к моим сиреневым ирисам. Здесь у нас получается аида 16 каунта. 26 цветов. И размер готовой будет работы 15 на 38 сантиметров. Вот такие вот ирисы. Тоже наборчик я вскрыла. Но тут если раз вскроешь, то уже не закроешь. Вот такие вот шикарные ирисы. Вдвоем они будут смотреться очень классно. Все наборы, видите, у меня вскрыты. Шуршу по ним. Дальше у меня пошла чаривна мыть. Чаривна мыть на черной конве. Вот такой вот натюрморт голландский. Размер готовой работы 45,5 сантиметров на 37 сантиметров. Здесь ничего не видно. Черная конва. Еще у них есть вот такой сюжет на черной конве. Смотреться будет огонь. Прошу прощения за моего кота. Вот надо в этот момент, конечно, голос свой подать. Молчал, молчал. Все здесь горит. На черной конве получаются великолепные отшивы. Все очень мне нравится. Но, наверное, мне останавливает все-таки черная конва, потому что этот набор у меня лежит уже лет 10. Достану его, достану. Посмотрю, поверчу, загляну и назад положу. Вот в набор входит цветная схема. Конва, конва, номер 5,5, нитки мулине и иголка. Нитки мулине. Меня, конечно, напрягает нитки мулине. Наверное, бестокс, что ли? Что это за нитки мулине? Потому что когда у них нормальные нитки, Мадейра или они отмечают. Ну ладно, не важно. Вот такой вот сюжет. Дальше чарим намыть. Вот великолепные подсолнухи. Это набор получается в смешанной технике. Нитки я сразу вижу Мадейра. Вот указана Мадейра. И размер готовой работы будет 40 на 40 сантиметров. 40 на 40. И вот такой фейерверк по цветам. Бисер. Нитки огонь. Это вообще обалденный. Обалденный будет сюжет. Великолепный будет отшив. Я видела его в инстаграме в прошлом году. Девочка отшивала. Ну вообще обалденный. Вот такие вот ромашки желтые. Вот не помню, как они называются. Рудбекия, по-моему. Если я не ошибаюсь. Есть у меня на даче. Поэтому я решила их тоже запечатлеть. В таком вот классном наборчике. Я думаю, вышивать его будет очень интересно. С бисером, с бэкстичем. Ну, по полной программе. Классный набор Чаривна мыть. Так, а с Чаривной мытью у меня есть еще один обалденный набор, который я забыла вам показать. Принести. 5 секунд. Вот. Прошу, любите жаловать. Вот такой огромный набор, который называется побережье. А я о нем совсем забыла. Вы представляете, девочки? Вот показываю. А сейчас только сообразила, что у меня же есть вот такое великолепие. Этот набор тоже в смешанной технике. И его характеристики. Размер готовой работы будет 63 на 40 сантиметров. Конва 14 каунта от Свайгард. А сколько здесь цветов? А сколько здесь цветов? Бисер Чехия. А вот сколько цветов по ниткам. Я что-то совсем не вижу. Ну ладно. Вот смотрите. Это вообще не передать этого великолепия и красоты. Такая картина висит отшитая в магазине Чаривна Мыть. Ну, это восторг. Это просто восторг. Этот бисер придает объем. Все цветы вышиты бисером. Ну, огонь. Просто огонь. На заднем плане горы. Вообще сюжет великолепный. Вот такой, конечно, сюжет. Начну вышивать. И буду его вышивать, естественно, не один год. И чтобы все мои мечты сбывались. Как говорит Сусанна, ну, а мечты вы понимаете о чем. О чем мечты. В этом сюжете все заложено. Класс. Вот такая у меня красота и прелесть. Так, вот здесь я его положу. Есть у меня еще Абрис Арт. Тоже наборчик вскрыт. Все наборы вскрыты. Везде я заглянула. А закрываться они уже назад не хотят. Это реплика. Реплика фирмы Анкор, если я не ошибаюсь. Размер готовой работы будет 18,8 на 12,9 см. И 30 цветов будет в этом сюжете. Очень тоже мне понравился. Вот такая вот Аида. Аида. А что же здесь пишут про Аиду? Наверное, это 16 или 14 каунт. Ну, вот такая вот. Здесь, наверное, что-то все-таки написано. Сейчас 5 секунд. Конечно, здесь я уже пошуршала. Ага, 14 каунт. Вот такой вот наборчик от Абрис Арт. Тоже когда-нибудь к нему доберусь. Класс. Нравится мне поле, маки. И все-все-все-все здесь мне очень нравится. И покажу вам вот такой маки. Видите, опять маки у меня. Ну, это бисерный набор от фирмы Магия Канвы. Размер готовой работы. Все время мне почему-то хочется сказать размер готовой продукции. Размер готовой работы будет 41,5 см на 31,5 см. Вот сколько здесь бисера. Смотрите, какое богатство. Класс. Бисер здесь и резиночка, и стеклянный. Ну, класс. Вышивать будет одно удовольствие. Бисерных наборов у меня только два. Вот такие вот маки. Видела тоже их в отшиве. Почему приобрела? Потому что увидела. Увидела в магазине тоже рукодельном. Висела отшитая работа. Огонь. Огонь. И я, конечно же, сразу себе приобрела. Красивая. Магия Канвы. И второй наборчик тоже Магия Канвы. Вот такие вот волки. Называется Ожидание Весны. Размер готовой работы 48,5 см на 39 см. Очень красивые. Тоже в отшиве я их увидела. Но иначе бы не купила, если бы не видела. Вот как увидела в отшиве, это что-то с чем-то. Моя соседка вышла от таких волков. Они висят у нее в прихожей. И взгляд этих волков такое ощущение, что этот волк смотрит все время на вас. Где бы вы ни стали. Слева, справа. Очень красиво передана шерсть. Ага, здесь бисер я вам не покажу. Здесь просто покажу вам работы, которые есть еще у фирмы Магия Канвы. Вот такие вот различные натюрморты. Все очень красивое. Я много видела отшитых работ Магия Канвы. Великолепно подобран бисер. Я очень могу долго пить дифирамбы этой фирме. Все очень грамотно. Ничего не надо заменять. Вот есть вышивальщицы, очень любят заменять некоторые цвета. Что-то их где-то смущает. Но здесь все настолько великолепно подобрано. Но бисерам же сложно передать сюжеты. Но Магия Канвы умеет это делать прекрасно. Вот еще два наборчика бисерных у меня. А вообще вот сейчас я вам показываю и соображаю. У меня же много заготовок бисерных, схем. Ну как много? Не сильно много, но они есть. И скорее всего, что у меня, наверное, будет еще четвертая часть по моим запасам. Там, где я вам покажу еще мои схемы бисерные. Итак, девочки, на сегодня все. Это то, что касается первой части моих запасов. Ни много, ни мало. Ну, это вот мои такие вот самые-самые. Те, которые я тоже буду показывать, они тоже очень любимые. Тоже классные сюжеты. Но есть тоже большие. Это не самые большие, конечно. Вот это вот от чаревной мытии и дубовая роща. У меня еще есть там китайские такие с приличными размерами. Целые ковры получатся. Вот. Покажу все впереди. Еще интересного будет много. Спасибо вам огромное за комментарии, которые вы мне пишете. Очень приятно, вдохновляет. И я очень рада обратной связи. Спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца. И всем хочу пожелать, самое главное, это крепкого здоровья, вдохновения. Больше свободного времени на ваше рукоделие, на ваше любимое хобби. Девочки, творите красоту. Ну, пишите мне комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.